Ощищал цвета российского флага на чемпионате мира в Нурсултане. И, насколько я помню, завоевал второе место. Проиграл в финале грузинскому спортсмену Бехе Лунхадзе. И вот его младший брат сегодня в финале на престижном турнире Аланы. Ну, хочу еще добавить, что 57 килограмм очень сильный вес. Большая конкуренция в мире. И Заурбек Бугуев стал также Нурсултан чемпионом мира второй раз. Подряд. Да, подряд. Как бы застолбил за собой, за сборной командой России это место. И вторую золотую медаль подряд приносит нашей сборной. А тем временем вот спортсмены уже выходят на ковер. Монгольский спортсмен бит на такой очень заряженный. Не только спортсмен, но и тренера выбежали за ним. Настроены серьезно. Небольшая сейчас техническая пауза будет, так как ковер протерли, но он еще не высох. Это очень важный момент, потому что спортсмен может подскользнуться, травмироваться. Да. И я думаю, сейчас они будут приводить соответствие. Ахмед Идрисов, чемпион мира среди юниоров. А Бихбояр Эрдини Бат является призером мира уже среди взрослых. Скорее всего, у могольского спортсмена опыта будет побольше. Ну, однозначно. Однозначно он опытный. И, ну, остается надеяться на упорство, на желание Идрисова. Я смотрел его схватки прямо вот в очень хорошей форме и набрал. Он также чемпион мира по молодежи. Ну, можно сказать, что уже ему сегодня можно заявлять о себе. И именно на таких турнирах уже можно заявить о себе. Конечно, на чемпионате мира это будет сделать гораздо сложнее. Но вот один из этапов, как толчок, это будет для него очень хорошим стартом. Поэтому пожелаем ему удачи. Видно по нему, что он так настроен. Ну, и помимо денежных элитных призовых, у нас оспаривается путевка на турнир имени Ивана Ярыгина. Но так как у нас во всех трех финалах, которые сегодня прошли, все три спортсмена уже автоматически попадают. Это что? Хетик Цаболов, Владислав Бойцаев. Ну и я думаю, что Ахмед Идрисов, и не в зависимости, как закончится данный финал, мы, конечно же, желаем ему удачи. Он уже забоевывает себе автоматические путевку, так как в финале ему противостоит спортсмен не из России. Болельщики уже чуть... В предвкушении схватки, хотят уже... Да, хотят побыстрее. Еще раз просим. Администрация, помогите, пожалуйста, нам. Администрация Манежа. Швабры нужны для протельки коров. Волонтеров очень много. Только швабры нужны. Для спортсменов это не очень хорошо, так как в прямом смысле остывают. Да. Они были в разминочном зале, разогрелись, подготовились. Ну и по-психологически очень много влияет это для спортсмена. В ожидании предвкушения схватки. Вроде ты уже настроился. Мы видели, как монгольский спортсмен выбегал со своими тренерами, а тут ему предстоит уже около трех минут стоять ждать, и неизвестно, сколько еще надо будет. Я скажу так, это сбивает настрой. Человек, когда настроен, для него важна каждая секунда. Вот он уже представляет визуально, да, что он выходит, что он пожимает руку и начинает прямо сразу там бой. Какие-то приемы проводить. А здесь, конечно, вот такая задержка сбивает настрой. Ну, надеемся, что с опытом ребята и покажут все равно свою лучшую борьбу. Мы видим, что волонтер пытается предпринять действия, чтобы схватка уже началась, и она, скорее всего, сейчас начнется. Ну что, дорогие друзья, третий финал. Третий финал нероссийский. Тоже противостоит у нас гость нашей страны, монгол, против нашего россиянина. Схватка началась. Здесь совсем другие скоростя. Ребята всегда, которые борются в маленьком весе, они гораздо скоростнее. В разы. Да, за ними так не успеешь. Как видишь, даже по движениям. Такие взрывные, скоростные. Он мастер спорта по вольной борьбе, победитель Кубка европейских чемпионов. Но больше всего мы его знаем по популярной передаче «Голос». Очень приятно, ведущий меня объявляет. Перед всеми. Огромная благодарность всем. Спасибо, что поддерживаете. Мне очень приятно, что борьба меня не забывает. Ну и ты борьбу не забыл. Спасибо тебе, что приехал прокомментировать. Для нас это очень важно. Я имею в виду для борьбы. Так как борьбу надо представлять лучшим образом. Популяризировать. Да, популяризировать. Потому что это на самом деле достойный вид спорта. Мужской вид спорта, который формирует такой мужской характер, стержень. Поэтому я и своих детей отдал на борьбу. Даже если они станут великими чемпионами, они станут людьми. Потому что борьба, она воспитывает. Настоящими мужчинами. Все верно, Хаджи Мурат. Ну и мы наблюдаем, что прошло полторы минуты. И, как грубо говоря, царапаются. Но не предпринимают ничего. Осторожничают. И хотят отдавать и дарить баллы. Ну, я смотрю и защита у них. У обоих очень такая плотная. Ничего не пропускают. Подбирают, как говорится, ключи. Друг к другу. Посмотрим, кто быстрее подберет. Комментирую данную встречу. Не могу пока сказать, кто активнее, а кто нет. Но центральный рефери посчитал, что активнее российский спортсмен. И включили на табло 30 секунд монгольскому спортсмену. А как мы знаем правила вольной борьбы. В течение этих 30 секунд спортсмен должен попытаться взять хотя бы один балл. Либо он будет оштрафован одним баллом в другую пользу. Да, все верно. Такие правила. Также, если остается 1-0 и никаких действий, также потом будет наказывать другого спортсмена. Также будут давать 30 секунд, в течение которых он должен какое-то действие делать. 30 секунд остается. 1-0 в пользу Идрисова. Я думаю, ему не стоит останавливаться, успокаивать себя, что он ведет. Это очень шаткий счет, который может в любую секунду поменяться. Поэтому ему надо что-то предпринимать, проводить какие-то приемы, которые он нарабатывал, и отрывать разрыв баллов. Равная борьба, я вижу. Первый период закончился. Сейчас, как правило, очень многие, основная масса, в основном оставляют на второй период. Силы. Да, силы, энергию, чтобы и атаковать, также и как-то противостоять, защищаться. Третий финал так и доказывает нам это. Да. Оставляют силы для второго периода. Пока мы с вами, Хаджи Мурат, еще не увидели досрочную победу. Но у нас еще впереди 7 финалов. Ну, это очень редчайший случай, когда в финале бывает досрочная победа. И вот выталкивает монгольский спортсмен нашего спортсмена из России Идрисова. И счет становится 1-1. Но уже в пользу монгольского спортсмена. А для тех, кто смотрит впервые вольную борьбу, мы объясним, почему 1-1 счет ведет борец в синем трико. Получается, что по правилам, кто возьмет последний балл, за ним и победа. Интересно, если бы было бы в футболе такое. Очень интересно было бы, конечно. Я считаю эти правила очень такими интересными. Почему? Потому что это экономит и время, и силы спортсменов. Потому что были правила раньше, где спортсмен боролся 5 минут. Если счет был равный, еще давали дополнительные 3 минуты. Это уже 8 минут борьбы. Поэтому спортсмены изматывались. Естественно, ждать все это время. А тем тем не менее, первые активные баллы видим в данном финале. Прошел в ноги, перевел в портер и, естественно, зарабатывает 2 балла и выходит вперед со счетом 3-1. Попытался все сделать. Что ножницы, что крестный захват. В конце попытался сделать накат, но судья уже поднял. Он поднял по одной причине, то, что он залом ноги. Да, залом ноги. и это запрещается в борьбе против сустава. Запрещенные приемы. Сейчас монгольский спортсмен берет захват головы, будет под себя его и постарается либо забежать, либо бросить. Нет, судья поднял. Все будет предпринимать монгольский спортсмен для того, чтобы он будет рисковать. Да, совершенно верно. Удержать победу. Ну, минута это немаленькое время. Иногда минута проходит как вечность на ковре. Да, такое тоже есть. Особенно для того, кто защищается, хочет удержать свои баллы, для него время тянется очень долго. Ну, а для другого, кто догоняет, очень быстро время течет. Вот, прошел в ногу монгольский спортсмен. Пока нету балла. Ну, ему, я думаю, сейчас дадут один балл, он его вытолкнул. Для Идрисова это хорошо, что монгольский спортсмен не смог взять два балла. Все-таки счет в пользу него. Хорошо, да не хорошо, в любом случае у него очень счет в шапке. О, молодец. Что мы видели, друзья, какая контратака. Могло бы стать 4-3, но нет, 5-2 в пользу Идрисова пытается это такое обозначение тянуть время. Да, да, совершенно верно. Ну, очень хорошо сконтрил, прямо молодец. Ну, остается 13 секунд, я думаю, он отстоит. Молодец, очень хорошо поставил тактику, борьбу. Да, это хорошая заявка. Во взрослую сборную, потому что молодой спортсмен одерживает победу на столь престижном взрослом турнире. О чем мы и говорили, это для них очень важно выигрывать на таких турнирах, тем более он призер мира и он почувствует уверенность. Поздравляем Ахмеда Идрисова с победой. Вот еще повтор, где он его вытолкнул. Повтор ярких моментов. Но мы сейчас увидим эту контр-атаку решающую, которую в конце предпринял Идрисов. Ахмед Идрисов Россия. И мы продолжаем проведение финальных встреч. И сейчас будет схватка весовой категории до 65 килограммов. поправка. 61 килограмм. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем.